Доброе утро! В эфире программа 180 минут новостей на завтрак и в студии Илона Линнард. На английском языке в мире говорит 1 миллиард человек. В топе популярных он на первом месте. Знание иностранных языков в России не только плюс к эрудиции, но и существенная прибавка к зарплате. Например, стандартная часть зарплаты специалиста отдела продаж 600-800 долларов в месяц. Но если вы свободно владеете, скажем, китайским, на той же позиции вы будете получать как минимум в два раза больше. Специалистам IT-сферы стоит браться за изучение немецкого. Российские программисты очень ценятся в Германии и знание языка сильно продвинет вас в топ списка претендентов. Немецкий нужен в 60% вакансий для международных специалистов. Мебельные фабрики, архитектурные и дизайнерские бюро в поисках работников, владеющих итальянским. На нем, говорит, не менее 70 миллионов человек в мире. Ну, кстати, русский тоже набирает популярность. Сейчас на планете живут 260 миллионов человек, с которыми мы точно найдем общий язык. Так какой же иностранный сейчас наиболее востребован и каким способом его учить? Узнаем у нашего гостя, руководителя школы иностранного языка, журналист-международника Михаила Шестова. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Ну, так какой язык, по вашему мнению, все-таки наиболее такой популярный сейчас? Был, остается и будет английский. То есть, все-таки он на первом месте и никуда его не сдвинут. Ну, у нас есть материал. Экс-вокалист группы «Динамит» Илья Зудин отдал своего сына учить китайский язык. Вот почему, давайте узнаем, посмотрим. Мы вот решили, подумали и решили его отдать, ну, все-таки такой под дипломатической линией. Он сейчас подготовительный, вот у него год, в китайскую школу, он учит китайский язык. Чем обоснован выбор именно китайского языка, китайского направления? Я в это верю. Еще на протяжении лет ста Китай будет развиваться только наверх. Я не вижу каких-то перспектив для спада экономики Китая, так как это самая быстро развивающаяся экономика. Я думаю, что китайцы достаточно интересные люди. Не простые, но интересные. Михаил, ну как вы считаете, все-таки китайский, насколько ему нужно уделять сегодня внимание, насколько это тоже один из перспективных языков? Дело в том, что если англичане как-то еще пытаются, англоязычные как-то пытаются продвигать свой язык, то китайцы вообще в этом не заинтересованы. Вот в чем беда. Они хотят, они ведут себя как своего рода сообщество, которое не желает пускать в свои ряды, позволять проникать в свои ряды иностранцев. Очень странным образом, да. Хорошо, ну а вот ваше мнение, все-таки, как и преподавателю в том числе, как, где и с кем лучше всего изучать иностранный язык? Иностранный язык нужно изучать с теми, кто владеет техникой речи. Например, актеры. В том же Нью-Йорке 100 тысяч безработных актеров. Если вам повезет, и вы попадете как преподавателю-актеру, то у вас будет прекрасно, вы прекрасно владеете языком. Ну то есть с носителем, в общем, самый идеальный вариант это изучение иностранного языка с носителем. С носителем, который может показать артикуляцию. То есть если вы, в конце концов, после спецшколы, а есть много примеров, когда вы в три года начинаете учить английский, дети и так далее, и при этом так и не осваивают нормальную артикуляцию, это оказывает сильнейшее воздействие на понимание на слух. На понимание на слух, это все взаимосвязано. И поэтому, если, вот просто как лакмусовая бумажка, если вы после многих лет изучения английского, когда говорите people, не раздвигаете губы, то это уже очень нехороший такой красный флажок. У вас будут большие проблемы и на работе, и с пониманием, и вас, и вы будете понимать не очень хорошо то, что говорят. Ну а вообще, можно ли говорить о том, что у человека есть предрасположенность к изучению иностранных языков или нет? Или все-таки это не столь важно? Предрасположенность есть у всех, кроме глухонемых. Дело все в том, что и музыкальный слух в том числе, он особо не помогает, а нужен фонематический. Фонематический слух вырабатывается в процессе имитации носителя языка. А для этого нужно показывать артикуляцию. То есть на слух ничего не учится. Если внимание ребенка не привлечь к артикуляции, чтобы иногда посматривал на то, как это четко и красиво проговаривается, то, естественно, он тоже, опять же, не освоит язык в никакие разумные сроки. То есть, может быть, даже не так важна грамматика, сколько именно произношение. Правильно я понимаю? Правильная имитация звуков другого языка. Хорошо. Ну а вот мы сегодня говорили, да, Илона в том числе рассказывала о нескольких языках. Из всех иностранных языков какой, наверное, сложнее всего изучать? Самый сложный – это китайский язык. Без вариантов, потому что там очень много тонов. Мы не можем английскую фразу, средний россиянин не может английскую фразу проимитировать, жители СНГ. Не то, что о китайском. Наши живут в Пекине и учатся по 7 лет. И после этого их спрашивают. Простите, ну когда же вы наконец-то заговорите на какие-то нормальные темы, кроме того, как делать покупки на рынке? То есть, в общем, такой не самый простой. Сложно, очень сложно. Ну что ж, спасибо вам огромное. Я напомню, у нас в гостях был руководитель школы иностранного языка, журналист-международник Михаил Шестов. Михаил, еще раз вам спасибо огромное и хорошего дня. Спасибо. Ну а...